всем привет с вами канал linux for user и сегодня я покажу как установить драйвера для видеокарты от nvidia в ubuntu и в linux mint в этом видео я буду показывать установку двух версий драйверов поэтому не торопитесь сразу устанавливать драйвера сначала просмотрите это видео полностью чтобы у вас не возникло никаких проблем установку драйверов я буду показывать на примере ubuntu но все то же самое будет работать и в linux mint открываем терминал для этого нажимаем на горячей клавиши control alt t все команды которые мы будем вводить будут в описании этого видео чтобы посмотреть какие версии драйверов доступны вводим следующие команды нажимаем enter и вот видим модель видеокарты и рекомендуется установить версию 331 чтобы установить эту версию драйвера вводим следующие команды нажимаем enter все драйвер установился теперь чтобы его задействовать необходимо перезагрузить компьютер вводим следующие команды нажимаем enter после перезагрузки нажимаем либо на клавишу win либо кликаем на вот эту иконку в поиске вводим envy и запускаем настройки nvidia здесь проверяем установленный драйвер вот видим что установлена версия 331 то есть драйвер нормально определился если по каким-то причинам вам нужно изменить разрешение экрана или она не соответствует тому который поддерживает ваш монитор тогда выбираете второй пункт x server display configuration и здесь указываете нужное вам разрешение экрана если нет того разрешения которое вас поддерживает монитор тогда нажимаете на advanced и прописывать это разрешение которое вам нужно затем нажимаем сейф ту x configuration файл сейф и вводим тот пароль который вы указывали при установке системы при следующем входе в систему разрешение экрана должно измениться эту версию драйвера мы устанавливали из основного репозитория репозиторий это хранилище пакетов и у вас эта версия должна нормально стабильно работать можно установить еще новее версию но она может у кого-то работать стабильно без каких-либо проблем а у кого-то могут возникнуть проблемы то есть появится какие-то артефакты а также например при прокрутке страницы в браузере может искажаться изображение и тому подобное у меня с более новой версии драйвера как раз таки возникли такие проблемы и поэтому меня установлена версия 331 давайте рассмотрим как узнать какая версия является более новой и как ее можно установить для этого нужно перейти на официальный сайт nvidia ссылка будет в описании видео перейти в раздел драйверы и загрузить драйверы здесь выбрать вашу модель видеокарты указать операционную систему вот видим на сегодняшний день для моей видеокарты доступна более новая версия это 340 как вы видите ниже стала активная кнопка загрузить сейчас но мы выберем более простой надежный способ загрузки установки данного драйвера то есть опять открываем терминал напоминаю чтобы его открыть нажимаем на клавиши control alt t так как пакетный менеджер не знает откуда ему загружать пакеты для установки более новой версии драйвера и чтобы ему об этом сообщить нужно добавить новый репозиторий для этого вводим следующие команды здесь нажимаем enter далее нужно обновить список репозиторий в тем самым сообщив пакетному менеджеру о том что в списке репозиторий появился новый репозиторий для этого нужно выполнить следующие команды кстати теперь если посмотреть какие доступные версии драйверов то увидим что уже рекомендуется установить версию 340 потому что мы добавили новый репозиторий устанавливается новая версия точно так же как и предыдущая то есть вводим те же самые команды только меняем название пакета все установка закончена теперь делаем reboot то есть перезагружаем компьютер и проверяем нормально ли у вас все отображается и еще такой момент после установки новой версии драйвера нужно будет удалить репозиторий которые вы добавили потому что когда вы будете в очередной раз обновлять систему могут подтянуться ненужные пакеты для видеокарт от intel amd и так далее чтобы не засорять систему удаляйте этот репозиторий для этого нужно ввести следующие команды здесь нажимаем enter затем обновляете список репозиториев если у вас снова версия драйвера возникнут какие-то проблемы тогда удаляйте его и устанавливайте предыдущую версию из основного репозитория чтобы полностью удалить драйвер нужно ввести следующей команды пишите в комментариях какая версия драйвера у вас работает стабильно то есть установленная из основного репозитория или более новое всем спасибо за просмотр с вами был канал linux for user и до встречи в следующем видео пишите в комментариях и ф в я вам в